Меня зовут Боб, и того, через что я прошел, я не пожелаю даже своему злейшему врагу. Я столкнулся с предательством. Моя жена Шарлотта красивая и очень умная женщина. Я всегда доверял ей. И мне казалось, что это моя любовь на всю жизнь. Как глубоко я ошибался. Я расскажу вам, как все это произошло и как я отомстил неверной жене и вышел победителем. Это было захватывающе. Наслаждайтесь просмотром. Я всегда был доверчивым и скромным парнем, а у моей жены Шарлотты была независимая жилка, которой я восхищался. И мы поймали эту искру. Она была моим двигателем. И я ей полностью доверял. К сожалению, весь мой мир в розовых очках рухнул, когда пару недель назад я обнаружил электронные письма в ноутбуке жены. Это были не просто письма друзей или коллег. Это были интимные и очень откровенные послания с прикрепленными к ним фотографиями. Я прочитал их все. А самое первое письмо было получено, когда мы с женой вместе отмечали два года нашего брака. И мы вместе уже пять лет. Это был шок, сродни покупке новой машины и осознанию того, что из нее уже второй день течет масло премиум класса. Мы с Шарлоттой обсуждали вопрос о создании семьи, но это открытие повергло меня в эмоциональный ступор. Это открытие заставило меня обратить внимание на странное отсутствие, необычные телефонные звонки и стойки запаха деколона, который явно был немой. Шарлотта ходила в спортзал, устраивала девичники, делала маникюр, но закрались подозрения в ее супружеской верности. Сначала я подумал, что это ошибка. Этого не может быть. Но если я уже на следе, то мне нужно пройти весь путь. Разочарованный, я решил провести расследование и нанял частного детектива. Открытие было катастрофическим. У Шарлотты были отношения не с одним, а с двумя другими мужчинами, один из которых был любителем тренажерного зала, а другой был менеджером в большой сети пончиков. Я чувствовал смесь гнева по отношению к Шарлотте и не веря в то, что эти два романа на стороне были спонтанными. Она явно была не против, и это меня больше всего расстроило. В конце концов, если бы ее преследовали какие-то парни, и она им отказала, то это не продлилось бы и трех лет. Это просто не имеет смысла. Затем Шарлотта взорвала бомбу, заявив, что ждет ребенка, и все, о чем я мог думать, это неопределенность отцовства. Это было похоже на то, как если бы вам вручили выигрышный лотерейный билет, а вы поняли, что срок его действия истек. Развод был неизбежен, но мне нужны были ответы о предстоящем отсутствии. Во мне назревала месть, и я обдумывал различные сценарии, от противостояния двум мужчинам до возвращения любви Шарлотты и последующего ее ухода. Однако мне хотелось мирной жизни после буря. Я решился на взвешенную и рассчитанную месть, повернув ситуацию против двух мужчин, которые были увлечены Шарлоттой. И я планировал их подставить, сделать подозрительными и обеспечить себе свободу от гнева, предательства и постоянного желания проверить телефон Шарлотты. По сути, я подумывал о том, чтобы полностью использовать отчанцы Левин, манипулируя их увлечением в своих целях. Целью было отомстить таким образом, чтобы в конечном итоге я смог двигаться вперед и построить мирную жизнь, свободную от постоянных напоминаний о предательстве. Манипулирование эмоциями, посеять сомнения с помощью фальшивых электронных писем и вкрачивых текстовых сообщений, это более чистый, законный и столь же разрушительный метод, как и физическая конфронтация. Развод, который когда-то был леденящим душу термином, стал моей путеводной северной звездой, ведущей меня к здравомыслию. Хоть я и не в восторге от этого процесса, это необходимое препятствие. У меня есть надежный адвокат, четкая цель и, что немаловажно, правда на моей стороне. С этой поддержкой я пройду. Самый большой вопрос возникает о ребенке. Это мой ребенок или я потенциально забочусь о чужом ребенке? Ответ определит мое будущее. Я договорился о тесте, и мне осталось только ждать. Независимо от результата, я полон решимости вести мирную жизнь, возможно, заново открыв для себя свою гитару или работая над тем романом, о котором всегда говорил. Когда уляжется пыль, я, возможно, снова окунусь в мир знакомств. На данный момент предстоит развернуть заговор мести, найти разведенного человека и неравно ожидать теста на отсутствие. Это неприятная ситуация, но говорят, что за бурей следует затишье, и я готов ее разрушить. В первом обновлении прошло несколько дней с тех пор, как мой тщательно продуманный план обрел форму. Используя новый цифровой идентификатор, я связался с байфрендом моей жены, любителем тренажерного зала, представившись новичком в фитнесе, ищущим совета. Медленно представляя фотографии Шарлотты и парня с пончиками, я выразил фальшивую симпатию, предположив, что ей стыдно быть с кем-то вроде него. Мяч покатился, и я повел спортивную крысу к месту предполагаемого предательства Шарлотты. Точно создав анонимную информацию, я организовал хаос. Сидя в машине, я записал зрелище, как спортивная крыса противостояла Шарлотте и парню с пончиками. Атмосфера накалялась, доходя до критической точки. Спортивная крыса бросилась в атаку, но парень с пончиками, на удивление проворный, отступил в сторону и нанес удар, от которого спортивная крыса пошатнулась. Парень с пончиками, хотя и не имел телосложения греческого бога, излучал уверенность, уклоняясь от дальнейших атак, как опытный боксер. Посреди взлетающих в воздух пончиков и шокированной реакции зрителей, пончик, вопреки всем ожиданиям, решающим ударом сумел сбить спортивную крысу, отправив ее растянуться на линолеуме. Пот блестел на лице победившего парня с пончиками, когда он стоял там, тяжело дыша, в то время как спортивная крыса боролась на полу. Это было похоже на эпизод из реальной жизни с Джерри Спрингером, где в центре внимания оказалась разорванная спортивная крыса, парень с пончиками и моя жена. Она, застегнутая врасплох, лицо моей жены побледнело, ее рот открылся, а затем ее глаза встретились с моими. Взгляд Шарлотты был пустым, лицо призрачно белым. Она заикалась и рыдала, умоляя, пока мыкала пончики, и эта сцена была почти такой же неловкой, как в тот день, когда я обнаружил эти компрометирующие электронные письма. Хотя я сохранял самообладание, внутри меня царило смятение. Я хочу пройти ДНК-тест и развестись, спокойно заявила я ровным голосом. Если это мой ребенок, я хочу полную опеку. Выражение ее лица было почти удовлетворительным, она была загнана в угол и беспомощна. Ее рыдания стали громче, когда двое мужчин недоверчиво уставились на нее, очевидно, задаваясь вопросом, кто я такой. Тогда я задал вопрос, интересно, как эти ребята узнали друг о друге, и ушли, смеясь. Это разыгрывалось почти как в кино, когда она смотрела мне вслед, слезы текли по ее щекам, а ее мир рушился вокруг нее. Когда она в конце концов вернулась домой, она выглядела разбитой, и ее голос был едва слышен шепотом. Как ты узнал? Она спросила. Разочарование, кислое и горькое, охватило меня. Я ничего не говорил, слова были не нужны. Вместо этого я зашел в нашу комнату, взял подушку и одеяло и бросил их ей в ноги. Дверь за мной захлопнулась, заперев мое прошлое и, надеюсь, открыв путь к лучшему будущему. Это было только начало, но я знал, что пережил самое худшее. В конце концов, каждая буря приводит к ясному небу, и я был готов выйти на солнечный свет. Недели после фиаско магазина пончиков превратились в вихри юридических документов, слезливых конфронтаций и очень показательного теста на отцовство. Отцовство ребенка было подтверждено, и это ознаменовало конец бурной главы в моей жизни. Оказалось, что ребенок не мой. Оно принадлежало парню-пончику, неожиданному победителю в этом сложном любовном треугольнике. Шарлотта, возможно, привлеченная вновь обретенной уверенностью своего засахаренного роме, начала встречаться с ним, возможно, в отчаянной попытке найти стабильность среди руин. На удивление, бракоразводный процесс с Шарлоттой прошел гладко. Она не оспаривала этого и ни о чем не просила, может быть, из чувства вины, смирения или резкого осознания ситуации. Я собрала вещи и переехала поближе к родному городу, в тихий пригород, в шаговой доступности от городского шума и суеты. Мои родители были в восторге, а детям сестры нравилось, что их крутой дядя чаще бывал рядом. Это была другая, более мирная жизнь, но именно то, что мне было нужно. Спортивная крыса после своего публичного унижения стала загадкой, исчезнув, как будто земля поглотила его. Возможно, ему помешал другой брак, а может быть, этот инцидент послужил тревожным сигналом. В любом случае, все сложилось хорошо. Жизнь нанесла мне неожиданный удар, и я увернулся от него, хотя и не без синяков. Это послужило уроком, напомнив мне о важности осторожности и мудрости. Несмотря на бурю, которая пронеслась через мою жизнь, я был благодарен, потому что могло быть гораздо хуже. Вместо этого я стал сильнее, мудрее и решительнее, готовый начать новую главу и оставить бурю позади ради более спокойных и ярких дней. Я рад, что прошел сквозь этот хаос, увернувшись по пути от нескольких пуль. Как вам история? Напишите свое мнение в комментариях. Расскажите, что бы вы сделали, если бы, не дай бог, оказались в подобной ситуации. Я думаю, что человек поступил правильно. Нужно уметь отпускать ситуацию и не привязываться к людям слишком сильно. Он не выбрал жестокую месть. Он не портил жизнь своей жене. Он показал ей, какими могут быть последствия. Теперь переходим ко второй истории. Оно короткое, но от этого не менее интересное. В среду днем я забирал детей из школы, выдерживая длинные очереди, которые напоминали извилистые дорожки Дисни и Линда. Постепенно продвигаясь вперед, я наконец добрался до Достина и Сары, моих 13-ми 14-летних детей, которые в этом возрасте ясно дали понять, что они не поклонники публичного проявления привязанности. Они подошли к той стадии, когда я был их шофером, банкоматом и личным поставщиком Еды. Среды были моей обязанностью, потому что Лиза, моя жена, проводила еженедельный обзор проекта. К моему удивлению, я заметил машину Лизы на подъездной дорожке, размышляя, не оставила ли она что-нибудь после себя, учитывая, что у нее не было причин не пользоваться гаражом. Припарковавшись, дети поспешили наружу, обыскивая холодильник. «Эй, успокойтесь, вы двое! Оставьте немного места на ужин!» – крикнул я. Оставив портфель на полу, я вошел в гостиную и обнаружил Лизу, свернувшуюся калачиком на диване под одеялом. Я спросил, «Эй, детка, что происходит?» Она ответила, «Я плохо себя чувствую. У меня болит желудок, и у меня возникли некоторые проблемы». Задаваясь вопросом о причине, я спросил, и она предположила, что это может быть какой-то грипп. Затем я спросил, почему она не в постели, и она объяснила, «Я был, но со мной произошел несчастный случай. Не могли бы вы сменить простыни?» Быстро осознав ситуацию, я направился в гараж, вооружившись зажимом для носа и латексными перчатками, вспоминая дни, когда с детьми время от времени попадали в аварии. Хотя они переросли подобные инциденты, традиция сохранилась, и они забирались в нашу кровать только тогда, когда чувствовали себя хуже, чем собака. Преодолев несчастье, я заказала на ужин пиццу и приняла столь необходимый душ, обильно распылив освежитель воздуха, горячо надеясь не подхватить какой-нибудь недуг, с которым имела дело Лиза. Прошла неделя страданий и уборки, и стало ясно, что Лизе необходимо обратиться к нашему семейному врачу. Первый визит к врачу дал предсказуемые ответы, он упомянул о возможности гриппа и посоветовал подождать. Две недели спустя Лиза вернулась к врачу из-за стойких симптомов. Значительно похудев, она избегала еды, полагаясь на энергетические напитки в качестве основного средства к существованию. Врач провел анализы крови, но ничто не требовало дальнейших действий. В последующую неделю Лиза изо всех сил пыталась адаптироваться к своей ситуации, прибегая к подгузникам для взрослых и мешковатой одежде, чтобы скрыть свой дискомфорт. Мои обязанности расширились и теперь включают покупку продуктов, при этом онлайн-заказы предпочитались избегать использования списка. В то время как мы с детьми жаждали развлечений на выходных, Лиза редко решалась присоединиться к нам. В результате мы начали делать что-то без нее, и наши близости и личная жизнь пострадали. Это было понятно. Романтические занятия не были привлекательными из-за риска неожиданных неприятностей. Со временем состояние Лизы не улучшилось, и в конце концов она стала затворницей, работая из дома. Проблемы выходили за рамки ее здоровья и влияли на динамику нашей семьи и распорядок дня. Продолжая работать дома и редко выходя на улицу, вес Лизы продолжал снижаться, даже когда время от времени она чувствовала себя лучше, но это редко продолжалось до выходных. Дети были поглощены своими спортивными графиками, не обращая внимания на отсутствие Лизовых играх. В течение многих лет жизнь развивалась как обычно, Дастин окончил среднюю школу и готовился к поступлению в колледж, а вскоре последовала Сара, покинувшая дом после досрочного окончания школы. На следующий день после окончания школы Сары я подошел к Лизе и выразил потребность в разговоре. А задачная, она спросила, хорошо, что происходит? Я сообщил ей о своем решении подать на развод, сославшись на непримиримое разногласие. Ее первоначальный шок перерос в гнев, когда она спросила, ты мне изменял? Как ты можешь сделать это со мной? Я спокойно объяснил, что дети выросли, и мне пора двигаться дальше. Как ты можешь уйти сейчас? Я никогда не переставал любить вас. Она сокрушалась. Я назвал имя Деннис Уилсона, и ее глаза расширились, и потекли слезы. Вы знали? Она спросила. Я пояснил, что речь идет не о том, чтобы знать, а о том, чтобы дождаться, пока дети уедут в колледж, поскольку более рентабельно поддерживать ее, пока они были дома. Лиза умоляла, это было много лет назад. Мы прошли через это. Мне жаль. Я совершил ошибку и не должен был этого делать. Вылейте мне реку слез. Я ответил, правильно или нет, но ты сделал это и не почувствовал раскаяния. Вы даже связались с ним снова, когда почувствовали себя лучше. После переезда Лиза неожиданно почувствовала улучшение здоровья. Освободившись от тех же кишечных проблем, она поняла, что я был причиной ее страданий. Мы продали дом, разделили прибыль, и терапия стала неизбежной. Результат остался прежним. Я предпочел рискнуть и начать все сначала, чем оставаться с известным мошенником. В заключение напишите свое мнение в комментариях и какой рассказ вам понравился больше всего. В поддержку поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мне будет приятно. Пока.